Добрый день, уважаемые трейдеры! Как обычно, в понедельник, утром, днем мы выставляем обзор текущей недели, события, макроэкономические в основном. Коротко, ясно, чтобы вы одним 5-7 минутным роликом могли узнать все, что будет происходить на этой неделе. Я переключусь на календарь, я открыл все события, чтобы не пропустить что-то важное. Иногда в календаре ставятся две желтые точки тому событию, которое важно. Ну и так, начнем. В понедельник уже часть данных вышла, по Китаю вышел, Кайшин, так называемый. Сегодня по ЕЦБ будет выступление одного из функционеров. И завтра будет, в общем-то, на этой неделе много кто выступает. Но особенно важным будет выступление Драги в четверг. Но мы еще дойдем туда, до четверга. Что у нас тут важно? Все это можно пропустить. Торговый баланс в Германии, импорт, экспорт, резервы китайские тоже можно пропустить. Баланс в Великобритании. Не столь важен, давно за ним не следят. Промышленное производство может быть важным в Великобритании. Все-таки после Brexit надо понимать, какие процессы происходят в сфере услуг, в финансовой сфере, в производстве. Испания размещать будет облигации. Дальше у нас по Канаде рынок недвижимости. Не думаю, что столь важен. Ну и, наконец, Штаты. Размещение аукционы, 6-месячные, 3-месячные облигации. Биллс, так называемые, краткосрочные, 4-недельные. Ну и вот годовые бумаги. В прошлый раз доходность была 1,24 на этом аукционе. Посмотрим, что будет в этот раз. Положительная доходность. Вот эта доходность будет своего рода отражать будет лакмусовой бумагой тому, что должен сделать ФРС по мнению рынка. То есть, если доходность растет, она выше, чем в прошлый раз. Значит, рынок ждет повышения ставок. Иначе бы не требовали высокой доходности на гособлигациях. Ведь это аукцион. Стороны выставляют свои ордера, афера точнее. И государство размещает облигации, если ему нравится такая доходность. Дальше у нас по Австралии есть два индикатора. Но я не особо слежу за австралийскими данными, поэтому комментировать не буду. Япония. 30-летние облигации 0,83%. 0,83%. Это же так мало для 30-летних. Наверное, нигде такого нет. Чтобы 30-летние облигации имели вот такую низкую доходность. Инфляция. Вот тут у нас уже Испания. Помните, было 3%. Сейчас немного меньше ожидается. 1,8%. Упала она до 1,6%. Давайте посмотрим. Пускай это не флагман экономики, но кривая по инфляции такая же, как и в целом по еврозоне. Был сильный всплеск и небольшое охлаждение. И вот сейчас снова растем. Будет ли это сигналом для ЕЦБ? Мы узнаем в октябре. В октябре, по-моему, 26-го будет заседание. Дальше. Пятилетние облигации в Германии. Отрицательная доходность. Ну и, наконец, США. Среда у нас. В среду. Ну, что важно. Redbook. Как обычно, рынок будет смотреть, что написано в Redbook. Какова ситуация в экономике. Опять аукционы. Минутки. Наверное, ключевая новость будет, ключевое событие этой недели – это минутки от ФРС. То есть, это протокол заседания, прошлого заседания. И распечатка того, кто что сказал, кто за что голосовал, грубо говоря. Наверняка представляет все-таки интерес. Не прям такой максимальный, но представляет. Потому что, в принципе, это ФРС уже расшифровал свое видение. Одно повышение до конца года 2017-го и три повышения в 2018-м. Собственно, мы знаем, чего ждать от ФРС. А вот рынок, вот это интересно, рынок настроен совсем не так, как настроен ФРС. Рынок ожидает ровно в два раза менее агрессивных шагов. То есть, повышение в 2017-м году, по мнению рынка, имеет 50-процентную вероятность. В 2018-м году будет не три повышения, а там меньше. Ну, полтора не бывает. Или два, или одно. То есть, рынок не ожидает от ФРС таких серьезных шагов. Вот тут, конечно, можно на этом и строить долгосрочные стратегии. Если рынок прав, и вы верите в это, или ФРС прав. А в четверг у нас из важного, из особо важного промышленное производство в еврозоне. Тоже можно отметить в годовом исчислении. Вот охлаждение небольшое, 2,5%. Было 3,2%. Вот вам еще один инфляционный показатель. Ну и, наконец, нефть, я думаю. Запасы нефти. Вот они впереди еще. До них еще дойдем. Снова рынок жилья. Канада. А, штаты, инфляция. Вот что важно. А, PPI, это индекс цен производителей, или оптовых цен, его называли раньше. Ждем тоже усиление инфляции по PPI. Почему зеленым отметили, не знаю. Уже важно, достаточно важно. 2,6% по PPI в годовом исчислении ждут в Штатах. И Core, он должен остаться неизменным. Что у нас? Вот Драги выступает. Да, 17.30 по что за время у меня указано. Сейчас посмотрю. Таллин. Ну, Москва, Киев, Рига, Таллин. Одинаковое время. 17.30 выступает, где я его пропустил. Драги. Это очень важно. Это практически, наверное, то же самое, что он скажет в октябре. Только, видимо, в каком-то другом контексте. В коротком формате, я не знаю. Но мнение Драги сейчас архиважно. Дальше. Вот еще выступают и Сфеда двое. Брейнард, Пауэлл. Запасы газа и нефти выходят. Для тех, кто следит за нефтью. Вот что ждем по нефти. Крутойл было минус 6 миллионов. Что будет сейчас, не знаем. Но после урагана ситуация должна немножечко успокоиться. С спросом, точнее, с предложением, даже не спросом. Потому что танкеры долгое время не могли из региона выплыть. Запасы были огромные. Потом они снизились. Ну, то есть, пока ситуация ненормальная. Будет волатильность на запасах. Это нужно учитывать. Я бы особо не торговал, именно учитывая запасы. Итак, пятница. Наконец пятница. По Китаю целая пачка новостей выходит. Торговый баланс, экспорт, импорт. Ну, что достаточно важно. Китай последние несколько лет, почти 10 лет, можно сказать, уже влияет на рынки. Даже в седьмом году, помню, Доу Джонс падал сильно на китайских новостях. В пятнадцатом году это было. В шестнадцатом году в январе это было. Так что следим. Ну, жаль, что это не ВВП. А, ну, тоже важно. Экспорт, импорт. Что у нас еще? По Германии тоже инфляция, наверное, важно. 1,8. Рынок не ждет сильных изменений. ФДИ, инвестиции, прямые иностранные инвестиции, китайские тоже, наверное, стоит посмотреть. Ну, и под вечер будет целый комплекс, целая пачка американских новостей. Тут и inflation rate, наверное, CPI имеется. Да, CPI уже более важный индикатор. Это вам не оптовые цены. Это уже настоящая инфляция, розничная инфляция. Reson Green будет выступать. Кстати, в годовом исчислении ждут усиления инфляции до 2,3%. Было 1,9%. Если так, то точно ФРС делает то, что он думает. Так что вот в пятницу уже можно понимать, кто прав. Рынок или ФРС. Если инфляция выйдет высокой, выше 2,3%, это будет означать, что рынок недооценивал. ФРС понимал ситуацию все-таки лучше намного. И, скорее всего, будет то, что нам обещали. Одно повышение в этом году, три в следующем. Но про следующую не скажу. В этом году уж, наверное, точно после высоких цифр по инфляции должно быть. Мичиган, как обычно, тоже ждут, что он не изменится особо. Ну и Core Inflation, как приложение к обычной инфляции. Это за вычетом продуктов питания и нефтепродуктов. Ну и, собственно, все. И несколько Avons, Powell опять, и их выступления под вечер уже можно неделю закрывать. И, конечно же, Baker & Hughes у нас, или Hooks правильно читается, мне сказали. Почему не открывается? Нет, не открывается, к сожалению, график. Это нужно смотреть на сайте вот этой компании. 748 вышек. Примерно такое же было количество, 752, 754, по-моему, было. То есть, не сильно меняется количество вышек. С ураганами связано или нет, я не уверен. Итак, неделя, ну, можно сказать, средней важности, если учитывать выступления траги, если учитывать минутки ТФРС, инфляцию в США. Можно сказать, что следить за этими данными обязательно нужно, потому что для валютного рынка эти цифры будут определять дальнейшие тренды. Я желаю всем удачной, успешной недели, профитов, ставьте стоп-лоссы. Всем хорошей платворной недели.